В Кызылском районе 10 октября состоялось заседание Государственного совета Республики ТВ под председательством главы региона Шалбана Караола, где одной из главных тем стало формирование дополнительных мер по урегулированию в республике вопросов ценообразования на уголь для бюджетных организаций и населения. Вопрос снижения цены на уголь для населения вынесен на Резгоссовете, поскольку именно на муниципалитеты ляжет основная нагрузка в этом проекте, сообщается на официальном сайте правительства ТУВ. Отмечается, что в схеме снижения тарифа вырисовывается два направления. Первое – это транспортные издержки, поскольку стоимость доставки часто превышает цену самого угля. Рассматривается возможность субсидировать затраты перевозчиков прежде всего в труднодоступные районы. Чтобы эта часть схемы работала, нужна сеть складов для перевалки угля от разреза до райцентров и организации площадок для реализации его населению по приемлемым ценам. Также отмечается, что до 1 ноября передаются в безвозмездное пользование администрациям районов топливные склады бывшего Рестопсбыта. Второе направление – стоимость самого угля. Административных рычагов влияния на угледобывающие компании нет, поэтому сегодня выход видится только в создании собственного угольного предприятия, которое могло бы целенаправленно работать на обеспечение потребностей республики в топливе. Работа по этой части уже началась. Предстоит искать предпринимателей, которые согласятся на создание совместного с республикой предприятия. Сейчас готовится все необходимое, чтобы получить от Роснедр в разработку одной из угольных месторождений, предположительно, Актальская. Было решено обсудить цену угля на парламентских слушаниях в Верховном хурале Тувы. Стоимость одной тонны каменного угля на розничном рынке в 2017 году составляет 2496,29 руб. с ростом к уровню 2016 года на 5,5%. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о повышении штрафов до 2500 рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов. Поправки вносятся в кодекс об административных правонарушениях. Устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств с пользующимся преимуществом движения. В действующей редакции КОАП установлен штраф в размере 1500 рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 57,92 руб., а евро – 68,50 руб.